Привет, это Папа Смит. Хочу продолжить рубрику по поводу травм. Недавно снимали с Сидоровичем про его историю, как он порвал трицепс, как он выходил из этой ситуации, насколько все это страшно. Сегодня у меня в гостях мой старый товарищ, он тоже выступавший атлет, который тренируется уже железом на протяжении 30 лет, а то и может быть более. Это Володя Фигуровский, вот он пришел. И почему я его позвал, он сегодня будет рассказывать свой опыт приобретения травмы, вот и как он из нее будет выходить. Мы специально попросили снимать гипс сегодня перед камерой, чтобы было все реально, по-настоящему. Володька имеет громадный опыт таскания железа тяжелого, также всевозможные там витамины, то есть об этом мы ничего не скрываем и тому подобное. Поэтому его опыт, я считаю, подробный очень полезен. Поэтому мы сегодня снимем ему гипс и потом будем снимать периодически, как ты будешь восстанавливать, всегда будешь рассказывать. А теперь расскажи мне, как ты порвал и что именно ты порвал. В отличие от Миши Сидоровича, я порвал не в зале, не под штанги. Банальное падение. Падение на съемках фильма художественного. Я был в группе каскадеров. А он еще артист у нас. И там был бой, ну кулачный. Я перепрыгивал одного из каскадеров, он бежал, да, и зацепился за него, естественно, пошел вниз и падение всем телом веса. Я тогда весил там 118 килограмм. При росте? 181. У тебя 181, да? Ты падаю на руку, конкретно на руку падаю. Напрямую, ну чуть-чуть согнутая. Чуть-чуть согнутая была и даже еще пытался толкнуться. Естественно, страшная боль такая. Я просто никакая рука не моя стала. Понять ничего не могу, а дальше съемка идет. Ты локтем ударился, да? Нет, я очень круглый рот. То есть ты якобы на сопротивление? Вот такое падение было. Вот так. Только в 7 веса. То есть на разгибатель, короче, статический удар такой на разгибатель на 30. 118 килограмм, а вот если переумножить, на одну руку там пошло за 200. А банка была тогда объем какой? 53. 53, окей. Вот. И в общем один слон. Я даже не понял, что произошло. Полчаса еще бился там, стать рукой. Там заморозка мне лили, потому что это такое вот. Ну все как бы. И вечером я поехал в трампунг. Здесь важная такая вещь. Но ты думал это ушиб? Я думал растяжение. То есть я думал растяжение. Приехал в трампунг, мне сказали делать УЗИ. Поехал на УЗИ, мне сказали, видны разрывы мышц и сильные гематомы. А я понимал так, если сухожилия рвется, то там гематома небольшая. Ну конечно, она сухая, там нервных окончаний нет на сухожилии. Гематома большая. Ну вот здесь вот такой момент, что важно правильно поставить диагноз. И в первый момент, если гематома есть большая, лучше подождать дней десять. Чтобы ушла гематома, сошла кровь, опухоль. Потому что я фотки потом из таможнику выложил. Я видел, я видел. У меня рука была вся синюшная. И мне сделали ошибку, то есть они не увидели главных вот этих травм, которые у меня были. Ну это нормально для нашей медицины, так что не удивительно. Вот единственное, что я понимал, что у меня был частичный разрыв длинной головки трицепса, а отрыв сухожилия они не увидели. И вот уже через четыре месяца я пошел делать новую диагностику через три с половиной месяца. Почему? Подожди, я помню, секунду, я помню, у тебя снимок гематома был громадный. Ты еще не знал тогда, ты написал, что у тебя частичный разрыв и продолжал заниматься. И начал заниматься. Продолжал заниматься. У меня все спало. Я начал заниматься. Очень такой важный момент. Вот чтобы понять, есть ли разрыв сухожилия. Стоит поднять руку вверх, и она у тебя завалится. Она у тебя завалится. Даже если частичный разрыв будет, она завалится недалеко. Ну потому что это разгибатель сухожилия крепления. Если они разгибаются, значит сухожилия оторваны. А вот здесь вот этот разгибатель, в основном включается длинная головка. Она же еще у нас здесь сжимает, прижимает. Значит она работает в этом хвате. Вот у меня она падала до этого момента. Здесь она работала, рука. А дальше я даже не понимал, как что делать с ней. Это первый момент. То есть повесить носки, посушить. Это нереально. То есть этой рукой ничего сделать не надо. Хорошо, когда ты определил, что у тебя оторванная вся эта хрень? Ну я стал тренироваться, ходить в зал. Жим, у меня вот последний как раз хотел зал мастер спорта сдать в октябре. Краин. У меня уже 205 пожать. Не помню сейчас сколько там. Я уже жал 195. Так вот я когда пришел, в рука вроде как бы все, гематома упала. Я под штангу 80. И не идет все. Да больше ну не могу. На один раз 80. А гантельки, когда трицепс, придется качать через головы. Тебе вот здесь оно в верхней швы. А вот леж, например, с локтем с гантельками. Ну килограмм два максимума. Ну понятно, это разрыв. Я понимаю, что мне ничего не... И начинали, что самое главное. У меня стали исчезать мышцы. Рука стала падать. Объемы. Ну сокращение и нет. Чего? Латеральное. Не сокращается ничего. Исчезло. Да вот эта подковка наша ее нет. Все стало исчезать. А вот эта длинная головка, она стала короче. То есть укоротница. Я понимаю, что я просто теряю мышцы. И я поехал в ЦИТУ. Там конкретно меня проверили все. Три месяца спустя. Проверка шума-шума-шума-шума-шума-шума. Ты знаешь, вот так вот, да? И тебе врач ее давит сюда. Ага. А ты сопротивление делаешь? А я сопротивление делал. Так у меня раз и все. Ну все понятно. Понятно. Сделал УЗИ. УЗИ, значит, сказала, что, а-первых, затянул очень сильно. У меня лотереально. И подтянулась на 20 сантиметров. И уже сжалось там. Сжалось там все. Уже рубцы начинают образовываться. И они там еще спаялись. Ну рубцы начинают. Красавица. Там же как у нас получается. Три головки. Они переходят в одно сухожилие, широкое сухожилие, которое крепится. Ну это по анатомии, пускай, посмотрим. Вот. Оторвались часть. И осталось на маленькой, на маленькой фишке. У меня еще с длинной головкой осталось держаться. То есть, если бы дорвал бы с 80 килограммами пережима лежа, был бы вообще красавчик. Была бы палочка такая. И зато Дельта красивая была. Ну, я вот так скажу такую вещь. Если бы я оторвал сразу, как Сидоровича, был бы все проще. У нее рука вообще не работала никак. И было понятно, что торм. И он через пять дней поехал, взял операцию. У него еще ничего не ушло, ничего не случилось. Ну да, ему повезло. Да, у него не было дистрофии. У тебя все это сжалость там. У меня все это сжалость. У меня все это сжалость. И мне скажут, что конкретно АТФ. И еще у меня проблема появилась, что появились ткани, так называемые рукцовые, которые в компрессию у меня весь нерв получил. У меня онемела вот эта рука, я не чувствовал ни пальца, ни чего. То есть, нерв был пережат, он был толщиной с мизниц. Охереть. И вот они его нейрохирургом высобождают. То есть тебе повезло с хирургом со своим? Ну он тоже. Потому что некоторые бы сказали, после трех месяцев, чувак, я ничего не гарантирую. Разматывай. Сейчас мы постепенно будем. Вот эти, которые, которые на вещи их подтянули, подтянули и на шурупы. Это тебе общий наркоз сделали, да? Все дела. Сколько операция длилась? Блин, не могу сказать, сколько вообще ничего. Часа четыре? Нет. Меньше? Меньше. Но это значит очень хороший хирург. Часа полтора. Мы будем разрезать или ты будешь разматывать? Посмотрите шов. У Сидоровича вот он такой, помнишь? Да. Потому что никуда не ушло, все сделали здесь. А мне надо было доставать. Разрезали. Да, да, да. Разматывали. Главным вопросом вернуться к старым докторам, чтобы… поблагодарить. К тем, которым в УЗИ ходил, да нет, конечно, зачем к ним возвращаться, он уже забыл их не имена. И они в каждом, в каждой клинике. И вот чуть, кстати, два месяца я в зал не ходил. Ну, конечно, потерял очень прилично. И ноги даже не делал. Вообще ничего не делал. Просто ничего. Да ладно, дома таскал что-то. Я же видел-то там, на даче что-то там. А, ну, снег уберется. Одной рукой, кстати. Так, ну чё, культурно показываю, но… Всем понятно, да, что когда мышца не работает, она атрофируется, сжимается, сушивается, сушивается, сушивается. Дистрофия мышцами. Ну, вот показываем. Вот еще хороший объем у него приличный. Вот расхерачили нам от локтевого. Вот здесь одна локтевая, где-то шурупы венчин. Еще венчин, венчин? Да. Это чтоб сухожилия при… Нет, венч. Вот у них такие веревки. Они эти веревки наматывают. Я знаю. Ну, у меня такая же хрень… Ты же у нас еще герой с ахилами порванными с собой. Прям как я. И бицепс, классик. Они еще когда мне делали… Проверяем. Знаете, что у вас бицепс был надорван? Ага. Меня тоже его надорвало. Красавчик. Ну чё, боевой этот сам. Так, ну покажи нам еще раз. Вот такая вот хрень. Так, ну и сейчас как ты? Оперировать же ничем не можешь. Машину можешь водить? Я тоже руку ты согнуть уже. Я снимал, когда снимали ты. У меня ортез еще, да? Руку вот. Все. Все. Вот теперь смотрите, в этом положении кажется, что она не может работать совершенно. Я не могу, потому что у меня здесь все как будто залито свинцом. То есть многие, кто из вас получает всевозможные или подобные травмы, они все думают, ну все, конец жизни, наступает. А даже когда рвешь ахил, ахил, не дай бог кому-то, ты когда тебе его сшивай, ты думаешь, ну все, а как же я растяну, там вроде ступор такой идет постоянно. Вот посмотрите, Володя через месяц где-то разработает эту хрень. Ну вот максимально, что я могу сжать. Я не смогу качать бицепс. Нагрузка на трицепс, естественно, я не могу сделать. Я даже его не могу напрячь. Вот я вот сейчас напрягаю трицепс. Вот как вот, вот он что. Ну вот что-то есть, там подковочка работает. Ну ее как бы уже даже и нет. Хорошо, тебе расскажи нам, как ты будешь разрабатывать реабилитацию. Тебе уже сказали, или ты сам будешь экспериментировать? Я приблизительно знаю, как надо разрабатывать, например. Вот что ты будешь делать? Вот как мне сказали, что это реабилитация спортивности. Ну, да. Но я как бы сейчас буду сам. Ну там особо ребята-то не умнее тебя-то больше. Утренние ванночки. С чем? Горячая вода. Можно с солью. С солью чуть-чуть. Чтобы обмен веществ, чтобы обрать. Лучше соль покупать в морскую. Ну да, да, крупную. И в положении, в тазик или куда-то, да, я буду руку, второй рукой. Вот так вот и работает. То есть, для того, чтобы сначала включить связочки, чтобы связки начали. Вот так вот. Чтобы вот это место растянуть и сустав. Дело в том, что… Сейчас ты чувствуешь такую стянутость, да, в общении? Или вообще ничего не чувствуешь? Стянутость, тем более. Боль, да? Ага. Вот это место, как будто нефть передавливается. Но самое главное, не спешить никуда в этом. Конечно. У нас, видите, сустав, да, ногтевой, очень такой слабый в плане того, если он долго находится без движения, он просто… Конечно. Он атрофируется… Он зарастает как-то. Да. У меня начинают болеть локти, если я долго не делаю, например, месяца полтора, трицепс не делаю. Поэтому месяц максимально держать надо гипс. Угу. Потом его снимать и начинать разрабатывать. То есть месяц. По-любому. 15 дней, 15 дней связка прирастает в кости, но она мягкая. Она как пластилин. Ага. Она прирастает. Следующие 15 дней вот эта фигня начинает… Обрастать… Обрастать… Грубеть. Твергеть. Твергеть. И, в принципе, через месяц, через месяц, поэтому гипс можно снимать. То есть он здесь нормально, но без нагрузки. Скажи мне, вот ты говоришь, там болт у тебя, да, платиновый, или что он там стоит? Титановый. Титановый. Они его будут высовывать? Нет. Так и останется? Да, они прям внутрь входят туда, так оставят. Он зарастает потом. Ага. То есть теперь ты ни хрена не пройдешь через металл детектор, я буду звонить… Буду звонить. За яйцом попробуй. Окей. Хорошо. Ну, кстати, кстати, сейчас появились новые болты, ой, болты, шурупы, якоряк называют, на молочной кислоте. Которая рассасывается, что ли? Они, да, они потом в кость растают, ну, рассасываются там. Ну, нам, наверное, далеко еще до таких шурупов. Нет, они уже есть. Если бы я знал, я мог бы их купить. Ну, за свои деньги, естественно. Ну, понятно. И сколько такие стоят? Вот эта операция тебе во сколько обошлась? В 110 обошлась? Ну, это частная клиника или ты государственная? Нет, дело в том, что я хотел походить сделать, так как-то москвич, да, походить сделать. Ну, и сказать, что кто-то будет через три месяца. А мне уже все. Конечно. Еще месяца мне просто не достали вообще. Неизвестно, конечно, как что-то будет, но... Нет, ну, вот мы за процессом, вот мы за процессом Володи, восстановления Володина будем наблюдать. Почему специально снимаем начало этой серии. Когда, через сколько, наверное, через недельки две попробуем, да? Еще видос. Пятиминутный. Посмотрим, как сделает. То есть мы посмотрели, как сгибать. Он не может оперировать рукой совершенно. То есть шуток никаких нет. А объем у него все равно нахрен. Почти как моя 43-43. Вот. Так, теперь скажи мне, витамины какие-то ты будешь применять или ты на натуралочке? Я думаю, не буду. Уверен, что тебе там кто-то советует гормончик сейчас для того, чтобы укреплялись. Советую. Советую. Но я пока не буду, пока, во всяком случае, до того момента как-то не разработают. Потому что мы все знаем, что от гормонов очень хорошие по бочке. И кому как пойдет, хрен его знает. Ну, а смысл? Сейчас масла не наберешь, пока разрабатываешь. Нету значения. Водой заплыть и жирком поднарасти тоже. Пока я не буду нормально разгибать. Болевые все ощущения идут, я ничего не буду поменять. Окей. Вот здесь про меня вот такие вещи. Показывай быстрее. Резиночка, конечно, да? Значит, вот ортез. Это я буду уносить. А, это угол меняешь, да, постепенно? Да, угол меняешь. Ну да, да, да. Для растяжения сухожилия как раз. Да, вот тут как раз кладешь. Это в аптеках можно приобретать. Да, и здесь выбираешь угол. Причем угол мертвый или угол в движении. А для чего это делать? Для того, чтобы вы не делали ненужных движений для локоть. Обычно, когда говорят, что ты раз, а дальше раз тебя держат. Да. Чтобы было в покое. Например, в определенном положении в покое. Ну ты спишь, например. Да, да, очень важно. Раз там в руку нить, уперся там. Да, да, да. А здесь он тебе оба-на, он тебя уже держит. Да, да, да. Идет постепенно. Угол меняешь, он тебя выше-выше. У тебя находится в таком положении. Кстати, классная вещь. О, бурсит возникает. Тут я снимал про бурсит. Тоже ночью обычно забудешь, как согнешь. У тебя что-то в под кидает. А так раз зафиксировал. Хорошо. А резинка для чего? Вот такая вещь. А, это обязательно, да. Она вообще детская. То есть это может там двумя пальцами. Детская, не детская, но для разработки сухожилия, как раз крепление. Да, да. Причем разрабатывать, разрабатывать. В разных положениях. Вот она идет. Вот она крепится как раз к локтевому суставу. В разных положениях. Так вот. Отлично. Так вот. Потом я такое упражнение, брать гантельку. Вот можно вот так попробовать. Десять. Десять. Ты что, подожди. Десять килограмм не надо. По чуть-чуть. Вот боль в суставе. А давай мы не будем это делать. Понятно, да? Понятно, понятно. Хорошая, хорошая мысль. Вот резиночка. Но это же не сразу. Мы сначала разрабатываем ванночкой. Да. Понял, да? А потом через две недели ты показываешь нам резиночку. Вот такая резиночка на трицепс. На бицепс. Вот это мы... Значит, когда ты дорастешь до резиночки, это мы снимем в следующем видео. Вот как только он подойдет. А пока прячь пакет, не показывай никому. Пока он у нас в ванночке отмачивается, как старый пердун в ванночках, подпитывается витаминками. Вот. Главное, хочу сказать, то что делать обязательно надо диагностику. Просто чем дольше затянете, чем дольше затянете... Лучше МРТ делать или снимок? Ну, МРТ лучше. МРТ, да? АКТ? Может, КТ просто. УЗИ. Но УЗИ ничего не показывает. Если есть гематома, то... Подождать, пока гематома сойдет. Пока гематома сойдет, чтобы уже точно все видно. А лучше сделать до того, как гематома разобьет. Вот порвался или сразу-сразу поет, заплатил свои денежки, там, в частную эту, сделал, лучше снимок сделал. Итак, не будем удлинять это видео. Все. Спасибо, Володя. Значит, и ждем от тебя прогресс в развитии. Не будем записывать. Надеюсь, среди денежки мы увидим. А это был Владимир Фигуровский и Папа Смит специально для канала Папа Смит Фитнес. Бэм. С ним. Пока.